Тема сегодняшнего круга о столах В принципе можно сказать, что Ближний Восток всегда был центром драматического напряжения мировой истории, таким пульсирующим сердцем человеческого рода и таковым продолжает оставаться и сегодня. Ну, естественно, что ситуация сегодня складывается вокруг Ирана крайне таким драматическим образом, но не только вокруг Ирана. Конечно же, палестинский вопрос остается главным знаменателем, поскольку Иран тесно подвязан к палестинской проблеме. Кроме того, растет напряжение относительно Ливана и есть такие признаки, что Израиль готовит атаку на Ливан нынешнюю осенью. Во всяком случае, Махмуд Аббас в этой связи дал указание палестинцам, живущим в лагерях на территории Ливана, исходить из этой вероятности и не покидать ближе к ситуации лагеря без надобности. Ну, что касается Ливана, то сегодня ливанская ситуация, внутренняя ливанская ситуация благополучна, как никогда, в этой измученной конфликтами межконфессиональными и гражданской войной стране. Сегодня существует широкая коалиция общенациональная, риванская, куда входят мусульмане-шииты, мусульмане-суниты и христиане. Так, в частности, да, и друзы, что самое удивительное, друзы сегодня в лице принца Талала Арслана, также поддерживают широкую патриотическую коалицию, которую возглавляет Хазбулла. Поэтому Ливан сегодня является такой типичной страной-примером того, как следует на Ближнем Востоке организовывать межконфессиональные и межэтнические отношения, то есть на единой патриотической платформе. Что касается Ирана, то я хотел бы отметить следующее. На сегодняшний день, при всех там вопросах, допустим, которые могли бы существовать к иранскому режиму, тем не менее, иранское руководство – это единственное руководство исламской страны, страны распространения ислама, которое не является прямым вставленником Запада, и пришло к власти в результате ситуации, сложившейся на внутренней почвенной основе. Я думаю, что в сегодняшней конъюнктурной обстановке, после разгрома флотилии «Свобода» и того бледного вида, который имеют Эхуд Барак и Натаньяху, отвечая на вопросы по поводу того, как это случилось, «Израилю довольно сложно было бы выступить в качестве инициатора и развязывателя войны сегодня». Что касается Обамы, то у него же имидж миротворца, и было бы довольно странно, если бы, придя на антиволне или антирезонансе к Бушу, развязавшему две войны, он бы, в свою очередь, развязал еще и третью. Поэтому, как не нужна война против Ирана сегодня, Америки и Израилю, тем не менее, с имиджевой точки зрения им сложно выступить в качестве инициаторов такой войны. Война будет, конечно, развязана, но она будет развязана через, скажем, третьи страны, третьи стороны, которые выступят в качестве затравщиков и создадут такую обстановку, при которой можно будет без потери и ущерба для имиджа безопасно вмешаться. Ну, скажем, проблемы, которые существуют на Южном Кавказе, сегодня вполне могли бы быть таким затравочным материалом для того, чтобы вспыхнул огонь в регионе. Возвращаясь к мелкому, малозначимому и, в общем, традиционному инциденту на ливанской границе, хотелось бы отметить следующее. Ну, во-первых, война 2006 года для Израиля послужила серьезным уроком. И несмотря на непрофессионализм политического руководства, который ярко демонстрировало предыдущее правительство, и уж тем более военное, которое оно еще ярче демонстрировало, нынешний министр обороны, бледный у него вид или нет, знал он, что делает, бросая десант на флотилию свободы с тем, чтобы подпортить ситуацию коллегам по коалиции, или действительно упустил ситуацию, как он искренне убеждает, не пошел на ту провокацию, которая была. И мы избежали пока что ситуации 2006 года. Напомню, Вторая Ливанская война началась с достаточно удачной, эффективной операции по ликвидации израильского патруля, результатом которого была чрезвычайно кровопролитная, очень длительная, чрезвычайно неуспешная война, которая мало кому чего принесла полезного, после которой ни Хизбалла не была разгромлена, ни отношения Израиля и Ливана не оказались какими-то стабильными, миротворцы западные, дислоцированные по планам левых израильских партий в Южном Ливане, продемонстрировали свою удивительно яркую неспособность что-либо миротворствовать, а, строго говоря, армия ливанская вполне хизбализировалась, потому что, конечно, Хизбалла сегодня является главной военной, и одной из основных, ну, на сегодняшний день, может, действительно, основной вместе с союзниками политической силой, ливан это означает, что война неизбежна. На самом деле, сегодня на Ближнем Востоке кончились арабо-израильские войны, начались ирано-израильские войны, войны по доверенности, ведет их Иран, согласно заветам Иосифа Виссарионовича Сталина, малой крови на чужой земле, и, собственно говоря, то, что арабы за Иран воюют с Израилем с точки зрения нормального человека, планирующего ситуацию и контролирующего ситуацию в Тагеране, вещь правильная. Потому что и операция литой свинец в Газии, и вторая ливанская война, это, конечно, ирано-израильские войны. Ну, точно так же, как ситуация с северным Йеменом и Саудовской Аравией, с конфликтом хаусидских племен, не слишком хорошо окончившимся для саудовского режима, я бы сказал, весьма и весьма грустно окончившимся для армии, для ВВС, показало, что Иран способен на гораздо больше, чем просто вот некоторые декларации и слова. Яркий, молодой режим, переживающий, ну, скажем так, свой 37-й год, силовики, которые сменяют сейчас поколение отцов исламской революции и их детей, сменяют жестко, конфликтно, с насильственными методами, идут к ядерной бомбе и вот-вот ее получат, потому что слабость Соединенных Штатов Америки в этом вопросе, желание всех напугать, ничего не делая, а Обама свою Нобелевскую премию мира все-таки получил, действительно, за то, что он не Буш и, собственно говоря, больше ни за что, приводит у нас вот-вот к ядерному Ирану. А может быть, та тройственная договоренность с Бразилией и Турцией показывает, что вслед за ядерным Ираном у нас приходит на планету ядерное в военном отношении Бразилия и ядерная Турция, и это, скорее всего, произойдет в ближайшие какие-то короткие годы, после чего режим нераспространения умрет со всеми вытекающими из него последствиями. Ну, в конце концов, почему Иран в ситуации, где порядка 40 стран могут иметь сегодня с технологической точки зрения ядерное оружие, и в ситуации, когда отсутствие такового, ну, как минимум на Ближнем Востоке, означает, что вашу страну оккупируют, а вас, как Саддам Фуссен, повесят, должен поступать иначе, чем поступил Китай, Мао Цзэдуна, или Советский Союз времен Сталина. Идут одни и те же правила игры в конечном счете для всех. Либо великие державы, у которых есть ядерное оружие, способны силовыми методами остановить конкурентов, либо не способны. Но если не способны, значит, мир будет меняться.